Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Большинству из нас трудно представить сейчас, но были времена, когда рок-н-ролла и всего, что с ним связано, попросту не существовало. На свете есть много людей, чей вклад в эту музыку огромен, но есть единицы, чьи изобретения стали решающими. Один из таких людей Джим Маршалл, дипломированный инженер-электрик и по совместительству педагог-барабанщик, он начинал карьеру с продавца ударных установок. В начале 60-х Джима увлекла проблема звукоусиления, и уже через пару лет он создал первый 50-ваттный усилитель. «Я начал делать колонки в своем гараже, потому что никто еще не додумался до того, чтобы располагать в одном корпусе два динамика, а ко мне в голову как раз пришла такая идея», — вспоминал Джим. За основу Маршалл взял фендеровскую модель басмен. Впоследствии Джима часто обвиняли в том, что он использует идеи Лео Фендера. Впрочем, многие музыканты утверждают, что уже первые кабинеты производства Маршала лучше передавали басовые ноты, нежели их фендеровский прототип. Заказы посыпались один за одним. Через пару лет Джим открыл первую полноценную фабрику, где 16 рабочих делали по 20 усилителей в неделю. В те годы Маршалл очень сдружился с лидером группы The Who, Питом Тауншендом. Приятели работали по такой схеме. Пит говорил, «Слушай, мне нужно кое-что помощнее». Джим хмурился и отвечал, «Хорошо, Пит, мы попробуем». Итогом таких экспериментов стал 100-ваттный стек. Во многом благодаря ему уже в 1966 году фирма Маршалл завоевала спецславу производителя усилителей номер один. С ней работали Deep Purple, Elton John, Эрик Клэптон, но, наверное, самым знаковым покупателем стал Джимми Хендрикс. По словам Маршалла, вначале он подумал, что это еще один американский парень, который хочет обзавестись вещами даром. Но Хендрикс убедил производителя в том, что он вполне платежеспособен и приобрел три полных комплекта для сцены. В 70-х Маршалл Имплификейшн расширила модельный ряд и производила не только гитарные усилители, но и портальные колонки, микшеры и оборудование для бас-гитар. История фирмы практически не знала поражений, зато победы были поистине королевскими. В 84-м году Маршалл получили награду «Ее величество» за достижения в области экспорта. Оказалось, что усилители помогли британской экономике пережить непростые времена. В ноябре 85-го Джим получил приглашение оставить отпечатки своих ладоней в зале славы рок-н-ролла. Позднее он вспоминал. «Сперва я решил, что это какой-то розыгрыш, но в тот момент, когда я приложил свои ладони, я подумал, господи помилуй, я добился этого». Отец громкого звука умер 5 апреля этого года. Слэш из Guns'n'Roses в своем твиттере написал «Без него рок-н-ролл больше не будет таким же, но его усилители будут жить вечно». Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов. Тренды-бренды. Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают. Дарья Топузлиева.